Сейчас из технических наших завидов мы будем волненоскую презентацию на Outer Instance. Итак, Outer Instance это самая глобальная в мире и самая большая статус акселераторов, которые в инстаграме уходят в более чем 100 городах по всему свету и работают по самой ранней стадии. Программа практически ориентированная на предназначение для тех, кто либо уже имеет свой бизнес и хочет его популяризировать, либо обладает идеи и амбиции для того, чтобы запустить компанию глобальную на весь мир и программа предназначена для таких людей. В чем ее основные преимущества? В том, что она практико-ориентированная. В течение программы вы работаете над своим стартапом, над своей компанией. Вы не только получаете знания, но и постоянно генерируете как-то неконечный полезный результат. Кроме этого, программа не требует отрыва от основной деятельности, будь то тот же самый бизнес, либо же работа по найму. И в целом выпускники, до 90%, на самом деле 87% выпускников, они существуют со своими компаниями более чем 3 года после выпуска. И таких выпускников уже по 3000 человек по всему миру. Вот карта. Сразу видно, что действительно программа по всему миру на всех предметах Культурной Антарктиды. И очень успешно продолжает свою глобальную экспансию. То есть еще 2 года назад этот клуб в 50-х годов, сегодня уже больше 100. В России работают в Санкт-Петербурге и еще работают в Москве. В чем собственно суть программы? Программа развлена на 3 модуля. Это работа над вашей идеей, построение бизнеса и запуск вашей компании. Первый модуль, он предназначен для того, чтобы вам хорошо сориентироваться. Очень часто те, кто приходят со своими идеями в первые уже 2 занятия, занятия еженедельные, меняют свою идею после того, как она сталкивается с экспертом. То есть проводятся серьезные краш-тест идеи, проводятся исследования. Мы, наверное, по-моему, работаем с нашим потенциальным потребителем, проводим Customer Development. И все это очень часто ее либо полностью меняет, либо ее меняет ее направление. После чего мы учимся важным вещам. Таким, как защищать свою интеллектуальную собственность, как интерпорировать Соединенные Штаты, как собственно разрабатывать продукты, как схватить команду, которая сделает вашу компанию успешной. Порабатываем финансовую модель вашего будущего бизнеса и формулируем стратегию запуска. На запуске мы, собственно, занимаемся тем, что учимся продавать. А продавать – это самое важное в вашем стартапе. Потом мы брендируемся, готовимся к получению инвестиций, то есть профессиональный курс тому, как зафандрайзить, как поднять деньги. Мы учимся хорошо отличиться. И на выходе, на выходе из программы Founder Institute, у вас обязательно уже должна быть инкорпорированная, то есть юридически зарегистрированная компания в благонадежной юрисдикции. Такой, как, например, Соединенные Штаты Америки. Собственно, этот взгляд не пропустим. Это счастливые выпускники с прошлого семестра. Они все очень довольны. Часть из них здесь в зале. Они всегда ходят на наши мероприятия, что бесконечно приятно. И у всех у них есть по своему бизнесу. Многие из них подняли инвестиции. Все счастливы, как вы видите, до сих пор. Здесь примеры компании, которые мы выпускали в прошлом году, в 2014 году. Некоторые из них. Компания Mailbird. Это очень инфициозный стартап, который призвал перезабвести имейл, сделать имейл удобным. И начался свой долгий путь. Даниила стартапом компании из того, что решил сделать в самый удобный в мире iPhone 3N. Этот стартап уже поднял все его инвестиции. Сейчас закрывается раунд с крупным российским инвестфондом. И у него уже десятки тысяч пользователей. Казалось бы, год назад этой компании еще не существовало. А сегодня они уже пишут по всему миру. И, в общем-то, это такой достаточно трендовый стартап. Вот. Также есть железные стартапы. Например, компания Mailbird. Это компания, которая занимается реабилитацией людей, которые принесли инсульт. Ребята взяли кинект-приставку от Microsoft Xbox и научили ее помогать людям выполнять правильную гимнастику. Правильные восстанавливающие движения, которые любят после инсульта, позволяют прийти в норму. Компания проинвестирована. У нее большой штат. Это лучший выпускник нашего прошлого семестра. И в целом у нее большие перспективы. Потому что заниматься таким хорошим и лучшим специальным делом. Итак, как выглядит семестр обучения? Это 13 лекций, 13 недель. Мы собираемся и лучшие преподаватели, а это люди, которые уже создали свои стартапы, уже создали свои технологические компании. Они приходят к нам и читают те лекции, в которых они чувствуют максимальную уверенность. Из каких компаний они к нам приходят будут на следующем слайде? Эти занятия обычно длятся где-то 4-5 часов. Итак, 13 недель по 4-5 часов. Но самая основная работа идет, как говорится, домашняя работа. На этих лекциях остается достаточно плотный массив тех действий, которые вам необходимо сделать с вашими стартапами. И чтобы мы могли нормально с этим справиться, у нас строится еще дополнительно 26 встреч отдельно в среде учеников, которые помогают друг другу решить любые накопившиеся вопросы. Кроме этого помощи, вне программы мы с Женей проводим 6 встреч по выходным и персонально помогаем каждому справиться с любыми возникающими проблемами. Зачем? Мы, собственно, оказываем эту помощь. Дело в том, что из программы можно вылететь. И вылететь можно, если вы не пройдете в метод прогресс-девью. Это процедура, на которой вас говорят, что вы действительно двигаетесь к цели, что вы действительно делаете то, что требует программа. И если вы вылетаете, то, собственно, наши женики и ГАИ впадают. Поэтому мы всячески стараемся нашим ученикам помочь достичь цели. А еще программа включает в себя обязательно неформальный стейчинг-пайк, который позволяет нам всем очень удобно понимать и дружить. Какой портрет, уже наш средний портрет ученика? Это уже не студент, это человек, который отработал 3, 5, 7, 10 лет в компании, либо уже занимается своим бизнесом. В средний возраст 32 года. То есть, если вы вылетаете в нашу программу, вы будете учиться с ребятами где-то от 27 до 40 лет. То есть, это не молодежь, это не совсем студенты. У нас были исключения, что студентов не было. Я имею в виду, что там 24 года, там, такой был человек. Но я вам скажу честно, я туда, я вам скажу честно, что когда вы как-нибудь тест по модели институту, это очень классная штука, оценивается в возрасте, если вы слишком молодой, ваши очки очень сильно падают. И немножко оттестить по модели институту. По модели институту, это очень классная штука, уникальная разработка совместных с трансформированием университета, которая позволяет проверить на то, какие ваши личностные качества, психологический, эмоциональный и ваш опыт подходят для того, чтобы запустить глобальную психологическую кампанию. Этот тест, например, проходил Илон Маск в свое время, именно в рамках фаундерестра. Он не учился, он, естественно, там был уже как именитый ментор, но, однако, его соскринили, и его профиль является одним из эталонов для того, чтобы сравнивать, условно говоря, вас и Илона Маска. Тест проверяем. Добросовестность – это то, как вы умеете доводить дела до конца. Эмоциональная стабильность – очень частая проблема для фаундерных стартапов. Экстраверсия, интроверсия – ни то, ни второе, ни плохо, но в совокупности с другими параметрами позволяет прогнозировать, насколько вы все-таки справитесь с делом. Опенос – открытость вашему новому опыту. Очень часто люди выходят в бизнес, но при этом, ну, в совершенно скучных технологиях. Опенос позволяет понять, насколько вы голодны до всего нового, что вы интересуетесь постоянно всеми свежими новинками и, соответственно, на нише технологического бизнеса будете успешны. Экстраверсия – это то, насколько вы комфортный и приятный человек в общении, насколько вы не эгоист и не скотина. Fluid Intelligence – это параметр, который оценивает вашу способность к решению задач вне зависимости от будущего опыта. То есть это то, насколько вы уменьшаете задачу в условиях максимальной неопределенности. Значит проверяется пару параметров, как нарциссизм – действительно болезненная черта для фаундера, если он сосредоточен на себе, а не на компании. И общая проблемность человека – это значит его склонность к конфликту. Проходите тест прямо сейчас. Вот по этой ссылочке можно зарегистрироваться. Зарегистрироваться уже сегодня, а завтра утром у вас уже ссылка будет в почве на ваш личный тест. Тест займет час-полтора и вы узнаете о себе куда больше, чем до этого. А до какого числа можно проходить тест? Тест вчера надо было проходить, новый, еще может быть до сентября. Нет, только ссылка есть, а в тест еще не прошла. Вам не пришел? Нет, ссылка есть, а точно не прошла. До какого можно выходить? Я вам адемендую это делать как можно скорее. У нас наполняется получеников, уже отбираются те, кто прошли в программу. Как только мы заполним, так скажем, те, кто прошли в программу, все остальные встанут в очередь. Уже есть ребята, кто встает в очередь, потому что у них недостаточно высокие баллы. А у вас есть еще подпись? Еще, потому что в течение ближайших двух недель, которые будут определены те, кто получил… Защити. Конечно, вам придаваться, если, например, мне уже поздняя комитация с идеей. Есть, более чем есть. А сейчас, сегодня и еще три недели, смело проходите тест и все на равных позициях. Да нет, я не про это, я про стартап, что он уже, как бы, этап идеи уже все, далеко. Сейчас этап запуска. Вам есть смысл? Обязательно, потому что я на опыте на своем абсолютно уверен, что у вас тоже есть пробелы, особенно в запуске международной кампании. Здесь речь идет о том, чтобы работать на рынке, ментальности которой вам не присущи. Поэтому приходите к нам, и мы вас будем учать, как работать на глобальном рынке. Да? То есть, абсолютное большинство программ инцелекционных в России учат, как работать на российском рынке. А мы говорим, что мы про IT, и для нас нет границ. Мы умеем обидеться и создать что-то действительно большое. Поэтому обязательно приходите к нам учиться. Кроме того, Женя успела спойлернуть, но в программе есть стопроцентная стипендия лучшему заявителю этой программы. Тот, кто прошел тест лучше всех, освобождается от вступительного взноса. Кстати, вступительный взнос в программу за все те три с половиной, четыре месяца, которые будут вас обучать, 600 долларов в окурс в момент оплаты. То есть, ну, сегодня оплатите. Сегодня ведь ничего с курсом. Сегодня можно подождать. Я думаю, он чуть-чуть опустится, если нет. А если доллары платят? А? Если у вас аккаунт в долларах, пожалуйста, оплатите через PayPal. А полностью, в стопроцентный манебэк вы имеете право получить обратно в течение еще двух недель, даже когда вы в программе. Поэтому можно не переживать, заявляться, проходить тест, оплачивать. Да. Вы говорили, что вы больше с акцент делать на того, чтобы молодец тест прошел, но больше на железных стартапах или нет? Нет, на самом деле, смотрите, у нас есть желание больше поработать с железными стартапами. Это значит, что мы с девяти учеников ходим минимум пять железных стартапов. Пять. Пять – это всего лишь двадцать пять процентов. Ой, двадцать процентов. Соответственно, еще двадцать человек учатся B2B, B2C, GameDev, что вам нравится – все подойдет. Теперь, на самом деле, если там будет с низкими баллами Hardware и с высокими баллами Hardware, то мы лучше, конечно, возьмем с высокими баллами. Нет, наша задача – это успех наших выпускников, поэтому отбор идет в бизнес, но уже рациональный. Еще вопросы? А когда начинается программа? Программа, теперь же мы окончательно утвердились, а мы долго не дискутировали с AdWords в Долине, 28 сентября. 28 сентября. Весь сентябрь идет, собственно говоря, на полночеряду программирования и действия, чтобы когда вы, собственно, начали уже учиться, все было все нормально. Ну, там еще есть подготовительная работа. Может, кому-то английский, не вижу такое. В программе много материалов. Все. Амбат, ну, собственно, до 15 сентября точно надо определиться. До 15 сентября. У нас и так есть одна стипендия, стопроцентная, для лучшего из тех, кто прошел тестирование. И еще, у нас будет еще одна стипендия, стопроцентная, для лучшего как раз смарт-тек стартапа, тут уж извините, да, как раз его смарт-тек. Смарт-тек это все, что про железо, про диктапу, про картонную технологию. Да, если повезет, то еще для девушки будет. Я знаю, что это сексизм. Ну, сексизм не сексизм. Штаты, они славятся с поддержкой меньшинств. Между прочим, сегодня вы можете в группе сколько стартапов прочитать. Первый раунд дебетал. Ревизит свои результаты инвестиций в силу своего портфеля, там 300 стартапов. На 63% женщины успешны чрезвычайной карты. Фактор присутствия женщины в команде основателей повышает на 63% шанс успешности и достижения этого графа больше оценки стартапов. Поэтому есть стипендия существует для того, чтобы, собственно говоря, привлечь потенциально максимально успешный стартап, в котором будет девушка основатель. Но на самом деле есть ситуация в том, что у женщин стартап меньше, потому что они не такие чокнутые, они не имеют отзывы, но зато если они уже не идут, то это значит, что они, скорее всего, что-то адекватное, и они меньше рисуют, двигаются постепенно, и, собственно говоря, это получается хорошо. Мы сейчас перейдем к следующему тому. Помните, мы делали упражнения на тему миксов с бизнес-моделей? Типа опен-сорс для трейтинга и прочее. Кто знает какие-нибудь прикольные книжки? Вконтакте. Это понятно, Лананжел Лис, еще? Да, кто вы знаете. Эмейл Хантер. Эмейл Хантер, хорошо. Еще? Кто-нибудь еще знает какую-нибудь книжку исправить? У нас искусства в Союзе ситос. Ой, искусств от людей. А что там, что там… У нас не имеют крючки с педаи, а это и что так будет. А, это и предприятие, которое работает в мире. Да. У нас чего еще? Волчи. Волчи позволяет делать рассылки. В Андрею стоит. А в Андрею тоже не позволяет. А вон будет показать билеты или что-то такое, ну Ария. Можно собирать свой инспекциаз, пусть мы укладываем мелчинка, интерформиру, еще что-то, субпорт, заходите на этот сайт r6s.com.deals, и там будет куча специальных скидок для стартапов. Куча, прям, двадцать подряд. Вот их шестой подряд, допустим. А дальше детей приблизительно. Вот. О, только немножко я покидала, но это бесполезно. Совершенность для каждого раздела жизни стартапа есть куча похожих стартапов, которые можно использовать. Для назначения встреч, для коммуникаций, для того, чтобы сволочек. Я от этого не буду, вы можете ввести стартап тукс в гугл, получить ссылку, там сверху стик бланк, зайти туда, там такой страшный список на тысячку. Вот, прикольно ставить там. Вот. С ним, со вспомогательным функционалом все понятно. Да, вам нужно его использовать, от этого были плюсы, вопрос о выборе и стоимости. А вот, когда вы попадете на чьи или чужие компании в основу своего бизнеса, тоже не такой вопрос. Что бывает из того, что кладется во основу вашего стартапа из чужих разработок? Ну, как я уже говорил, платформа, данные функционал. А с платформами самая исполненная часть. Потому что, ну, если вдруг с ней что-то случится, если вдруг она исчезнет, вдруг перестанет работать, у вас все перестанет реально работать. Совсем. И, скорее всего, вы не сможете, так же, как с данными, например, найти какой-нибудь аналог. Вот. Поэтому это нужно выбирать для их неоткратно. Но, ну, и вот тут, на самом деле, если вы хорошо признаете, хорошо, или не пробовали еще, или не уверены, нужно очень внимательно анализировать. Но, когда мы говорим, например, о данных, то вам самим сделать то же самое будет практически нереально. Поэтому, если вам нужны чьи-то данные, то нужно отпустить. Тут, скорее всего, ответ будет, что да, стоит использовать. Если вы найдете, например, какую-то платформу для доступа к социальным данным. Если вы попытаетесь просто заиспользовать данные индивидива, фейсбука и так далее, вы узнаете одну просто вещь, что они, так сказать, с индивидуально кучу доступа со своего проекта. И по многим вещам, в виду сегодняшний момент, является единственным способом получения тех или иных социальных данных. Потому что они официально заплатформированы социальных сетей. По сути, они стали перепродавцами данных социальных сетей. Кармагата – это огромная платформа данных по медицинским данным. Которые тоже ничего подобного и никогда в жизни сами не соберете, потому что у них с ними заплатформирована куча медицинских компаний, которые туда и туда не сливают. Датанайс. Датанайс – это ребята, кстати, питерские, которые собирают парсы в интернет и индексируют, кто, на каком сайте, какие технологии используются. Ищут просто соответствующие скрипты, что тут используют Google Analytics, используются что-нибудь там сходовское, используют такой инструмент, с какой инструмент. Как раз в самом листах, как курсом и ищут. И потом эти данные продают. Ну, типа, например, у Лайфтекса, который делает вот это вот с лайфчатом чатовский окно для суппорта, столько клиентов. И вот они, вот их список. А еще вот и телефоны. И поэтому, если вы делаете другой лайфчат, берите и продавайте. Вот. ВАСУО занимается тем, что анализирует формы публикации, как они взлетают по различным словам, по различным location и так далее. То есть, если вы, например, пытаетесь понять, про что сейчас вообще пишут, то вы заходите, смотрите. Можете видеть автора, которые что-то пишут, смотрите, какие самые успешные публикации на выбранную тему, чтобы, например, понять, что вам нужно написать. Если говорить о функционале, то есть вещи, которые тоже очень сложно создать сами. Ну, например, есть Deliver. Deliver – это API для живых переводов. Не Google Translate, ничего, живые переводчики, но они доступны именно как API для бутылки-коробок. То есть сервис как бутылки-коробок, а качество как живого перевода. Соответственно, если вам в той или иной степи зачем-то нужен живой перевод внутри приложения, вы, может, берете им, например, только делаете Windows-приложение, которое подключается к Skype, и у вас получается Skype, по которому можно общаться с другим человеком на другом языке. Есть, например, Alcool, тоже очень интересная компания. Они делают супер-быстрые и качественные поиски. То есть поиск, в котором ты будешь, он тебе там или вам супер-деревантно все подсказывает, и доступны для использования магнитных устройств. Заставить нормальную работу поиска звуком солнца будет очень сложно. Alcool это молодой стартап, который занимается символическим анализом. Извлечением смыслов и вопросов из текста, пониманием позитивным или негативным, лечением оттуда каких-то смыслов. Типа там, что тут жопцы что-то говорится, а тут там еще что-нибудь. Повторить то же самое. Повторить эти технологии с инструментом достаточно сложно. При этом ребята очень открытые. Они сами в стартап. С ними можно придумывать различные интересные проекты. И что-нибудь такое делать. Промогутся к вам, где человеку расскажет. А мы поняли дальше. Чего, собственно, проблемы с ними со всеми? Во-первых, то, чего часто боятся, это что, используя чей-то чужой порт, вы будете сталкиваться с отчужением бага, который вас будет видеть, который вы не сможете исправить, и ни один разработчик в это время не подгонит, что в салон у него будет работать. Собственно, это то, что стоит понимать, используя стандартапы, что, на самом деле, неожиданно они будут золото. И закрытся. Вы такие там построили все на инфинционале, а потом в них появляется какой-нибудь мотан. Или они там открывают твои куколы и до свидания прокрещают. Но, хотя они старались их делать заранее, как и другие вещи. Тем не менее, такое бывает. У них могут быть ограничения, которые вас не устроят. Поэтому, прежде чем принимать решения, нужно сначала реально попробовать, понять, что весь потенциал, который вам нужен, там есть, и не похоронять эти ограничения заранее. Ну, и, как правило, что интересно, что многие из них, которые, делая очень привлекательные условия для стандартапа, в будущем становятся страшными ранее. Ну, и я, например, слышала много историй от ребят, которые использовали под скоп, что сначала все было прекрасно замечательно, все было дешево, но потом оно все равно начинает геометрическая прогрессия расти, рассчитывая, что стандартап получит чуть денег, как бы уже не будет сейчас обращать на них внимание, потому что ему нужно бежать. Ну, собственно говоря, так они компенсируют то, что вначале они очень тяжелые. Вот. Но, опять же, если вы принимаете подобное решение, нужно узнать, как пройти заранее, заранее прикидывать свои модели, и что с вами будет происходить. Ну, или, то есть каналы, контролировать вы их не можете. Ну, то есть это, да, другая компания. Если она завтра решит изменить свою функционал, то она его изменит. И совершенно не обязательно, что она с вами компенсируется. Таким образом, LinkedIn купил сотни, наверное, стартапов, которые использовали были основанные его ответы, когда он убедил о закрытии в большей части своих конструктных игр. И Facebook. И Facebook, да. тоже будет оплату недуга в процессе закрыт ограничения своего отриента. Вот эта конкретная компания очень беспешна. И ей пришлось перепрополировать. Но вообще, они начинали именно как приложение для LinkedIn, альтернативное хантинговое. То есть, по сути, ну, они играли доходы LinkedIn после хантинга и LinkedIn просто к нему не закрыли. То есть вас могут закрыть. И они как-то пытаются выживать сейчас, но им это очень тяжело делать. Познакомилась как-то на конференции в Штатах-Середине, на которой был очень популярный альтернатив, ну, Application Discovery App, ну, то есть приложение для актера, которое каждый день советовало для нового, интересного приложения людям. У них было 12 миллионов пользователей. 12 миллионов активных пользователей. Apple их закрыли. Просто отключили. Потому что решили, что им они не будут. Есть такие страшные истории. На самом деле, они находились на границе соответствия их turn the piece. Ну что, нельзя быть конкурентом Apple. Используя Apple. Но, как вы знаете, это такие компании, то есть они могут вообще изменить свою цифру, когда хотят. Но иногда это оканчивается разными поступками. Вот. Это вот все плохое, что нужно правильно сказать. Но что хорошее будет. На самом деле, все просто. Да? То есть, зачем решать использовать готовый технологий? Это просто быстрее. Скорее всего, это будет более качественное, что вы можете сделать сами. И, в конце концов, это значительно снижен стоимость разработки и поддержки, несмотря на их высокую цену. Когда вы смотрите на цену, вам больше, ой, много. Но, на самом деле, если вы пересчитаете, сколько вы будете сами это делать, то оно будет значительно меньше. Что-то дело, что в компакте уже время разработчика есть, а денег нет. Тем не менее, общая стоимость разработки и владения, конечно, почти пониже. Если вы используете подобные решения. Тогда, на самом деле, по большей части, сделайте нормальный продукт. Если используете продукты, то, например, представим себе, что вам нужна чем-то ручная работа. Ну, вот, в нашем случае, например, вот у нас есть третья версия. У нас есть такая задачка решить, что один стартап похож на другой. Ну, что они примерно про одно и то же. Делать это автоматизированно, это куча, куча работают. Технически это очень сложная задача. Мы можем спокойно подключиться к API вот этой штуке, которая будет отправлять женам-лимам две ссылки, и они будут говорить одно и то же, это и нет. Своим человечеству можно. Просто надо терепинуть, которая будет делать, которая вам помочь еще будет. Ты можешь протестировать, если ты говоришь, что это говно, а не возвращать деньги. Ну, если ты будешь пытаться создать сеть людей, которые способны быстро выполнять одноразовые каски, то ты потеряешь столько времени, что это значит больше, чем то, что ты потеряешь здесь. То есть, что ты? Она ниже, чем стоимость проверки поиска? То есть, что она ниже, чем стоимость проверки поиска то, что у нас стоит процедавшая. Или вот возьмем, например, это вот перечисленный функционал того самого, который занимается обработкой текстов. Сентимент, анализ, суммирование текстов, коротенькие, классификация, обнаружение, что это за язык, извлечение конкретно автора, даты, так и так далее, изучение концептов, которые описываются, изучение хэштегов, генерация хэштегов, изучение различных сущностей, типа стоимость, человек, матрица и так далее, и так далее. Писать во всю самому вы, конечно, тоже четко здесь. Ну вот, как я уже сказал, термогата, собрать жилье и медицинские данные в большом объеме просто физически стоят столько времени или денег, что это просто нереальный результат. Кто из известных проектов, используя иммиграции с различными объектами, создает свою порогу? Вот, например, прекрасная штука, Vintercom, которая на самом деле очень сильно добавляет ценность к тому, что делает использованием сервисов типа датой величины. Например, они используют плаву. То есть, когда к вам приходят, что они делают? Когда к вам приходят, у вас в своем интернете пользователь, у вас там стоит конструкция компа, он попадает к ним туда, они по имейлу находят, где находится этот человек. Вот его социальные профили, вот его влияние социальное, то есть, вам популярнее пользователь в интернете или не популярнее. И так далее. И вы можете там сразу видеть, собственно говоря, что вот у вас за социальные профили, а из них вот есть три штуки, с которыми срочно можно лично написать, а на самом деле можно сделать. Ну, да, понятно, что это канал про их поддерживание. Они сами как раз, тот самый кунг для тех стартапов. То есть, они, ну, их лайфчат и интернет просто очень хорошо сделали. Вот. Я хотела сказать, что просто они бы не были далеко над этими прикольными и были бы очень похожи, на самом деле, на все основные лайфчаты, если бы они просто вот не добавили ценности этим обучениям данным. Вот питерский стартап Officeful. занимается тем, что анализирует разработчиков. Находит их в руках, в окнах, в единах, в социальных жаринах. Пытается анализировать, насколько их уважают, но сочинжается именно в интернете. Сколько у них там лайков. Позитивно отвечает на них комментарии или говорят, что это дурак какой-то. анализирует их. Они собирают кучу данных для того, чтобы потом просто перенадовать эти данные данные данные. Вот. Но, опять же, не будь их источников, не в сервисах, они будут неслабляют его делать. Ну вот. Прейтинг не сильный. Саша. Вся суть проекта использования чужих данных. Но, обработка анализов данных. То есть это было бы невозможно, если бы нельзя было использовать такую огромную кучу данных о людей, компаниях и так далее. Даже был объем, который казалось бы, что данные клиенты. И основной фишкой, которая впечатляла к месту, было то, что импульсия с проект-конечной системой не использовались системами и так далее. И, об этом очень хорошо работает. Но, собственно говоря, что с этим делать? Как я уже сказала, все не так просто. Есть плюсы, есть минусы. Использовать в гейтинге, с которым нужно дать совет. Вам, как минимум, нужно просто знать. То есть, если вы собираетесь что-либо делать, на самом деле практически любой проект, провести исследование на тему того, что вы можете использовать, какие продукты для закрытия тех или иных функциональных потребностей, это просто очень важная и обязательная для прохождения часть, которая может незначительным образом его создавать в время. Есть куча стартапов, которым на самом деле вообще не нужно ничего не делать. Ну, для прикола просто Олигра и Канта, это самый пример классический, который я вам приводила. Что будет, если сместить Инстаграм, софт вверх? Что можно сделать? Фотки в журнале? Ну а что можно сделать? Как бы это не считая сейчас в родном? Ну а что-нибудь полезно? Я, по-моему, имею в виду в завтра салфет, просьба, точнее, мессенджер, отставленный на удовольствия инстаграма, господа и возможности посылать книги, когда вы стали этот мессенджер. Так, а что они тут полезны? Ну, например, как там насчет идей, посмотреть в каком в ближайшем баре самые символичные девочки? Я же институт жизни. За что? Нет. А можно посадить этих самых девочек в нужных местах в бар? Заранее договорить, а потом зарядить от этих самых девочек иски. А зачем тебе? Как зачем? Ну, мы не спустим. Слушай, просто с какой? Стоит, наверное, за тот мужа, который сказал, что это не, 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 погодите. Скажите, за что честное подтверждение? За то, что она скрестила данные в инстаграм и с хостпэром не сможешь выдачить. Ну, это очень хорошо. Но ты можешь в инстаграме выходить, отвлекаясь. Ладно, поехали. Что угодно и мессенджер. Давайте, что, что-нибудь мессенджер, что-нибудь неожиданное, что вы можете сместить? Уведомлялки всякого романа. А? Уведомлялки. Уведомлялки, когда ты находишься в нужном месте или еще где-нибудь. Да, или комбок. Вот буквально неделю назад в стиле мессенджер получили чатик на сайте, который неожиданно начинает с тобой разговаривать. Уведомлялки. Вот. Самое смешное, что PayPal и мессенджер до сих пор нормально не спустили, потому что все еще в мессенджер сложно отправлять деньги. Тинькофф-то запустил. Пытался, но глупость его была в том, что он не дал API для отправки денег, чтобы это сразу же прилили в Telegram моментально. А он выпускал свой никому не нужный мессенджер. Кому нужен мессенджер от Тинькофф, которого можно отправлять деньги. Зачем? В фейсбук они уже в штатах сделают. И у фейсбук этого, понимаешь, он делает камп, где есть мессенджер, у которого есть миллион, сотни миллионов пользователей. А Тинькофф делает мессенджер, у которого ноль пользователей можно заправлять деньги. Ну там все сто. Ну вот а Airbnb плюс Google люди, например. Невозможно. То есть ты на самом деле можешь улучшить где-нибудь пожить в самое дешевое место и ищет и на буфинге, и на Airbnb. Так они же уже, по-моему, все хорошо у них. Они дружь уже отельвиваются. Когда? На Airbnb или нет? Нет, там просто на Airbnb и буфинг, конечно, отельвируются. Я в этом уже идем, я считаю. С чем можно поинтегрировать открытые данные по тендеру? С госроботом. С товаром они уже поинтегрировались снова. Еще? Участие в тендерах, участие в площадке, автоматическое участие в площадке, которое уже есть. Так а с чем скрестить? С роботом скрестить его. С роботом. С календарем, на самом деле, самая логическая штука, которая тебя предупреждает, когда нужно подаваться, как пора подаваться. Еще полезная информация, это поиск по заказчикам. А с менеджем, когда ты куча, ты берешь и на своих кликну, на своих подчиненных спускаешь, что он там, надо подаваться. На самом деле... Собрать босье на компанию, которая выиграла. На самом деле, это была шутка, но мы с Калькой живем поделом. Если у тебя АПа, то можно. Ну, локально, если ты. Ну, на самом деле, у Ватсапа то же самое. У меня такая же политика. Я не понимаю, почему у мессенджеров такие пилоты. А какая политика? У чат или Телеграма. А какая политика? У мессенджеров типа Вайбера или Ватсапа, а интеграции возможны только на Кальке. То есть, если есть приложение в этом же телефоне, оно может что-нибудь отправить в Ватсап. Вот. А Телеграм? Кто-то откуда-то не может отпуск в Телеграм. На Телеграме есть АП. Там можно что-нибудь отправлять. А Телеграм еще можно переключить в какое-то приложение? Без проблем. То есть, можно взять только Телеграм. Вообще, можно сделать свой Телеграм за 5 секунд. В смысле? Он округу. Соберешь, делаешь Телеграм. Забрендировано. Да, забрендировано. Мило. То есть, можно просто взять Телеграм и ставить свой. Можно сделать с Телеграма свое приложение. А сколько хочешь за Телеграм? Нисколько. Да ладно. Не сервер. Да ладно, но сервер будет, да. Там обязательно привязаны к телефону, да? А? То есть, там обязательно запрашивают телефон. Да, да, да. Правда, да. Ну, то есть, там есть какие-то ключи, но тем не менее, зафигачивают Телеграм. Это как бы так. Да. Все. Мы поедем такое. Я про мессенджеры поговорила. Есть Телеграм и есть еще на самом деле, что сделала Это чат супер мега популярные в Азии. Они открыты вообще. Они как в стол. У них можно создавать приложения внутри этого мессенджера. Может есть API для этого мессенджера. Но чего-то нет. Там особенно китайская музыка и разберешься, но тем не менее. У них заказывают еду, пиццу в мессенджере, заказывают такси в мессенджере. У нас уже очень много времени сидят в нем, потому что в нем есть вся жизнь. На этом все. Последнее, что я хотела сказать. Мы вот тут, когда что закончится, со спикерами находиться только вот здесь. Адрес Пикник Бар, проходимец. А сейчас мы послушаем наши спикеры. Женя, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ